Обзац Обзац О книгах и писателях Отношения между мужчиной и женщиной на протяжении многих веков вдохновляли творческих людей на создание великих произведений. О любви слагают стихи и песни, создают симфонии, снимают фильмы и, конечно, пишут книги. Лучшие произведения о высоких чувствах уже давно вошли в Золотой фонд мировой литературы. Сегодня на смену классическим произведениям пришли современные, не менее увлекательные и красивые. Всем привет, я Олег Балдаков, и сегодня я расскажу вам о современных романтических книгах, заслуживающих внимания. Начнем с «Есть молиться любить» – одно из самых известных романтических произведений 21 века, написанной американской писательницей на основе собственного пережитого опыта. Элизабет Гилберт нашла способ избавиться от мучительных переживаний прошлого и воспоминаний о болезненном разводе, путешествуя по миру, находя утешение сначала в сиюминутных удовольствиях, потом в развитии духовности, а затем и в новых романтических отношениях. Эту книгу вполне можно использовать в качестве карманной методички по обретению счастья. Роман в письмах, который так и называется «Письмовник», не зря был удостоен в 2011 году премии «Большая книга». Он не похож на легкое романтическое чтение, а его герои, которые пишут письма друг другу, разделены расстоянием и временем. О чем этот роман Михаила Шишкина? Володя писал своей возлюбленной Саше письма из Китая в 1898-1901 годах, когда принимал участие в восстании. И это все, что осталось у Саши в память о человеке, которого она любила, ведь Володя уже никогда не вернется домой. Она же станет ему писать спустя десятилетия, точно зная, что он не сможет прочесть ее признание. Первое произведение молодой писательницы из Великобритании Бетту Лири называлось «Квартира на двоих». Оно способно увлечь легким оригинальным сюжетом, нестандартным течением событий и добрым юмором. Без него в романе совершенно невозможно обойтись, ибо как можно воспринимать серьезно отношения между двумя молодыми людьми, которые живут в одной квартире, но никогда не встречаются. Юноша работает в хосписе по ночам и выходным, поэтому бывает дома только днем. А его соседка, напротив, появляется в их общей квартире только ночью и выходные. Зато они оставляют друг другу записки, они и становятся тонкой ниточкой, благодаря которой и завязываются между героями весьма необычные романтические отношения. Дебютный роман американского писателя Николаса Спарка под названием «Дневник памяти» взлетел на первые строчки книжных рейтингов в считанные дни и стал настоящим бестселлером. В основу его была положена вполне реальная история людей, продлившаяся шесть десятилетий. Она дарит надежду на существование той самой великой любви, которая способна преодолеть любые преграды. Герои этого романтического произведения проживут всю жизнь, даже ни разу не поссорившись. Трогательная и нежная книга увидела свет в 1996 году, а экранизация 2004 года только добавила ей популярности. Три человека волею судьбы оказываются под одной крышей. Казалось бы, что может быть общего у подрабатывающей уборщицы, бывшей художницы, талантливого повара и продавца открыток с аристократической родословной? Однако им предстоит узнать и понять друг друга, а потом стать поддержкой в трудные времена. В результате получилась очень теплая история, которая способна подарить надежду даже в самые сложные жизненные моменты. Называется она «Просто вместе». Ее автор – Анна Говальда. Произведения американской писательницы Сары Джио уже давно завоевали популярность у читателей, а «Утреннее сияние» является, несомненно, одним из лучших. Интригующий сюжет с элементами детектива, нетривиальное развитие событий и сразу две романтические линии делают роман по-настоящему увлекательным. Оторваться от книги невозможно до тех пор, пока не будет прочитана последняя строчка. А потом читатель долго еще будет размышлять о судьбе главной героинь, пропавшей много лет назад Пенни и упорной Ады Санторини, решившейся пуститься на поиски незнакомой девушки. «По скриптум я люблю тебя» – это очень грустная и в то же время удивительно романтическая история любви от молодой ирландской писательницы Сесилии Ахерн. Супруг главной героини не так давно скончался, а его потеря стала для Холли Кеннеди настоящим ударом, с которым она, кажется, не способна справиться. Но однажды в ее руках оказывается пакет с письмами от любимого человека. Он просит читать их по одному в месяц. И с каждым новым письмом жизнь Холли меняется, а у читателя появляется надежда и вера в существование той самой вечной любви, которая дает силы двигаться вперед, несмотря ни на что. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги – это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою умножаешь в тысячу раз. Тысячу раз. Тысячу раз. Тысячу раз.